Всем привет! Меня зовут Аня, за камерой Женя. И мы уже 6 лет живем в разных странах Азии. И большую часть времени проживали на Филиппинах и в Таиланде. И сегодня мы сравним эти две страны с точки зрения именно длительного проживания, а не отпуска. Всего у нас будет 13 критериев для сравнения. И первый из них виза. И здесь безоговорочная победа у Филиппин. Такой дешевой и простой легализации надо еще поискать. Если у вас паспорт России, Казахстана и других безвизовых стран, то вы можете легко прилететь на Филиппины по безвизовому штампу, это бесплатно, и далее продлять его уже без выезда из страны до 3 лет. Если у вас гражданство Украины, Белоруссии и других визовых стран, то вы приезжаете по визе и дальше можете ее продлевать без выезда из страны до 2 лет. Сама процедура продления это визит в бюро эмиграции всего на 15 минут с паспортом и деньгами. Никаких обоснований, почему вы хотите продлиться, или дополнительных документов от вас не требуется. Ходи вовремя, плати и никаких проблем. Итого такая легализация в год обойдется в 400 долларов с человека. А что же тай? Здесь самые популярные способы легализации это либо студенческая виза, либо визораны или бордераны. Если вы планируете реально ходить на курсы английского, тайского и даже китайского, то это классная возможность совместить затраты и на обучение, и на визу. Но если для вас студенческая виза это только способ узаконить свое нахождение в стране, то, конечно, 1000-1300 долларов в год это довольно дорого. Ну, явно дороже, чем на Филиппинах. Бордераны и визораны, конечно, дешевле, но это всегда геморрой. Либо изматывающая долгая дорога, минус 1-3 дня из твоего графика рабочего. И не важно, как ты себя чувствуешь в тот день, когда тебе нужно выехать на визоран. И главное, для получения визы нужно собрать большой пакет документов. Сейчас на экране вы видите самый свежий пример, какие документы собирают ребята, чтобы выехать в Лаос за тайской визой. Нужно также понимать, что бордераны – это не бесконечная история. На третий или четвертый раз пограничники могут просто отказать вам во въезде. В общем, нервы и миллион документов. Второй критерий сравнения – ковидные ограничения. С 1 октября Таиланд снял все ограничения по тестам или прививкам. Они вроде как просто забыли про пандемию. Для въезда на Филиппины все еще необходим сертификат о вакцинации или антиген-тест. А также нужно заполнить электронный пропуск на сайте e-travel. Ссылка будет под видео, там же читайте подробно правила въезда. Первые два пункта проскочили легко, потому что это объективные данные. Дальше пойдет уже наше субъективное восприятие, которое зависит от миллиона параметров – бюджета, локации, сезона и так далее. Мы сделаем свои выводы, вы в комментариях пишите свое мнение. Уверен, будут жаркие дебаты, как и всегда. А также не забудьте поставить лайк этому видео. А если вы тут новенький, то подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Третий критерий – жилье. Он один из ключевых. И тут мы отдаем балл в пользу Тае, потому что, например, если у вас есть бюджет примерно 300-400 долларов, то в Тае вы за эти деньги сможете снять жилье лучше качеством, и выбор при этом будет больше, чем на Филиппинах. Всегда, когда люди говорят о стоимости жилья, что они сняли те или иные апарты за такую-то цену, нужно уточнять локацию. Например, на Филиппинах – 7000 островов. Мы жили, например, на Баракае больше всего, на Панглау и в Думагете. В Таиланде же больше всего мы жили на острове Самуи, потом в Паттайе. И спойлер, сейчас мы в Чингмайе. Отсюда тоже будут выпуски. Мини-кухонька. Здесь гостиная. Во-вторых, мы предпочитаем видеть, о чем идет речь, а не сравнивать абстрактные варианты. У нас на канале есть шикарные ролики с обзором квартир в Паттайе и в Думагете. Ссылочки будут под видео. Обязательно посмотрите, чтобы иметь представление, о чем идет речь. Если вы собираетесь на Филиппины на зимовку или пожить какое-то время, вам точно будет полезна следующая информация. Мы прожили на Филиппинах целых три года на разных островах и собрали весь свой опыт в один большой полезный гайд – переезд на Филиппины. Под видео, конечно же, будет ссылочка на сайт. Вы можете зайти, ознакомиться с содержанием гайда и по промокоду YouTube получить 10% скидку при его приобретении. Продолжаем сравнивать Тай и Филиппины. Пункт номер 4 – интернет. И тут однозначно балл в пользу Таиланда. Потому что, объективно, интернет гораздо лучше на материке, чем на островах посреди океана. Ну что, промежуточный итог у нас 3.1. Нам срочно нужен балл в пользу Филиппин. И это, конечно, английский язык. На Филиппинах английский – это второй государственный язык. И большая часть населения так или иначе на нем нормально разговаривают, чего не скажешь о Таиланде. Шестой балл улетает тоже в пользу Филиппин. Это за атмосферу, за отношения местных, за некий комфорт, безопасность и такую позитивную среду. Поймите меня правильно, мне комфортно в Таиланде живется, но то ли и религия ближе к православной, и язык английский. И такое ощущение, что филиппинцы тебе просто как-то ближе и понятнее. У тайцев некая такая дистанция, учтивая вежливость. Они не подпускают близко к себе. А филиппинцы, как мы, такие, с открытой душой, легко идут на контакт и всегда пригласят себя, не знаю, за стол, свою компанию. Конечно же, это наши субъективные ощущения. Какие возникли у вас при посещении этих стран, пишите в комментариях. И не забывайте, пожалуйста, поддерживать видео сердечками. Пункт 7. Еда. И тут речь про изобилие овощей и фруктов, и цены на них, а также доступность русских продуктов. На Филиппинах, например, то свеклу не найти, то укроп, а цены на них иногда шокируют. Вот вам парочка примеров. Недавно на Филиппинах пропал белый лук, а появился по 600 песо за килограмм. И так во всем. Найти индейку или баранину – это просто какая-то нереальная удача. Пункт 8. Логистика и транспорт. И тут Филиппины тоже проигрывают, потому что на Филиппины всегда было сложнее добраться. Про аренду транспорта. В Таиланде байки дешевле и однозначно выбор больше. Например, Yamaha Airox в Думагете мы снимали примерно за 130 долларов в месяц, а такой же байк в Паттайе мы нашли за 80 долларов. На Филиппинах тоже есть плюс – это правостороннее движение, к которому не нужно привыкать. Кроме того, движение на многих островах Филиппин гораздо более спокойное и меньше транспорта, чем в курортных местах Таиланда. Девятый пункт в нашем обзоре – это медицина. Я думаю, ни для кого не секрет, что Таиланд опережает Филиппины в развитии, и на медицине это тоже заметно. Но больше меня волнует другой вопрос – это страховки. Так как Таиланд – это постоянный курорт для русских туристов, то там всегда уже налажены договорные отношения между госпиталем и страховой компанией. На Филиппинах же это большая проблема. Вам, скорее всего, в случае обращения в госпиталь придется самим сначала заплатить за лечение, а потом возвращать расходы в России. А если вы не собираетесь в Россию в ближайшей перспективе, так себе идея. Десятый пункт – дети и их образование. Если вы хотите найти именно русскоязычные детские сады, школы, развивашки и так далее, это, конечно, все в Таиланде легко сделать. Но на Филиппинах практически этого не найти. Если ваш ребенок еще совсем маленький и ему просто нужна нянечка, то Филиппины славятся своими нянями. Даже в Таиланде мы видим объявление о поиске нянечек именно с Филиппин. Одиннадцатым пунктом у нас идет бьюти-сфера и другие русскоязычные услуги. Конечно же, в Таиланде это все развито намного больше, чем на Филиппинах. Все та же причина – слишком мало русских в одной локации. Даже в самом крупном городе, в Маниле, я знаю только одну или две девочки, которые предоставляют услуги маникюра. Все остальное – ходите к филиппинкам. Пункт 12. Про Филиппинок. И тут для многих мужчин разного возраста Филиппины – это прям медом помазанный, потому что многие тут стремятся найти жену молодую, красивую, добрую, ласковую, отзывчивую, на все согласную. Иногда это получается, но часто бывают всякие приключения. Пункт 13. Несчастливый. Будем говорить про катаклизмы. Все мы помним и ужасные цунами на Пхукете, и знаем, что недавно, например, на Пхукете обвалились дороги. В общем, здесь тоже бывают в Таиланде всякие неприятности, но Филиппины бьют все рекорды по количеству катастроф в год. Во-первых, Филиппины находятся в зоне Тихоокеанского огненного кольца, то есть там постоянно действующие вулканы, землетрясения. Во-вторых, Филиппины находятся на тропе тайфунов, то есть каждый год в определенное время есть сезон, когда циклон за циклоном просто проносятся через страну, принося те или иные разрушения. Но при этом, давайте признаемся, мы прожили три года на Филиппинах и не застали ни одного катаклизма, который бы именно на наш остров пришелся. Поэтому если жить примерно в центре страны, то ничего такого страшного может и не застать вас. Итого, 4,9 в пользу Таиланда. Но знаете, что самое забавное? Мы записываем это видео из Тая, где находимся последние полгода после Филиппин, и мы дико скучаем по Филиппинам и уже планируем возвращаться обратно. Мы специально не говорим здесь о стоимости жизни, потому что, честно, она сопоставима и в Таиланде, и на Филиппинах. Мы где-то тратим меньше на визы, больше на жилье и так далее, но в целом наш бюджет примерно одинаковый. Вот здесь вы найдете ссылочку на видео, в котором мы рассказываем свой ежемесячный бюджет на примере Паттайи. Итого, на Филиппинах более простая, спокойная, размеренная деревенская жизнь с акцентом на природу, пальмы и море. А в Таиланде больше цивилизаций, и в принципе, выбор всего также больше. Ну что, в завершении хочется сказать. Не слушайте никого. Выбирайте страну, которая вам нравится, едьте туда хотя бы на месяц, смотрите сами, делайте свои выводы. Если бы меня спросили прямо сейчас, где я хочу купить дом и встретить старость, я бы выбрала Таиланд. Но если мы говорим просто про зимовку, наслаждение пожить у морюшка, я бы рекомендовала Филиппины, пока они еще сохраняют свой колорит и не стали очередным пхукетом.